То есть это вот состояние коридоров общее. В принципе, можем подняться на любой этаж, посмотреть. Общежитие ПИД-университета. Именно отсюда разлетелись эти фотографии. Их сделали первокурсницы, которые после родительского дома сразу же окунулись в суровую взрослую жизнь. И иногда в ней бывает ремонт. Девушки назвали происходящее разрухой, как после бомбежки. Претензии были и к состоянию коридоров, и собственной комнаты. Как нам пояснили в ВУЗе, капремонт здесь начали еще после майских праздников. Но сами же студенты попросили приостановить его, так как шум мешал им готовиться к сессии. Работы перенесли на июль, когда в общежитии уже никого нет. И по контракту подрядчик обещал сдать работы к 20 августа. Но в этом году в связи с последствиями пандемии, в связи с недостатком рабочих рук, в связи со значительным повышением цен на стройматериалы, подрядчики несколько притормозились. И подрядчики говорят о том, что да, мы понимаем, что вы к нам предъявите какие-то штрафные санкции, мы готовы их оплатить, но мы работы раньше, чем в такое время, мы завершить не можем. К слову, студентам даже предложили самим выбрать цвет стен. Сейчас работы на финальной стадии. Здесь поменяли электропроводку, освещение, сделали ремонт в коридорах, в туалетах, но не в самих комнатах. И, кстати, студенты, с которыми мы общались, считают нормальной практикой, когда ты сам для себя в своей же комнате делаешь ремонт, покупаешь мебель, занавески, клеишь обои. Ремонт в своей комнате я сделала сама, но когда я сюда заселялась, у меня примерно были хорошие условия, но мне захотелось что-то свое обустроить, вот так как комната за мной закреплена на протяжении пяти лет. Мы, как люди взрослые, понимаем, что ремонтные работы, они приносят те или иные последствия, то есть, к примеру, мусор, пыль. Мы это все контролируем сами. Вот когда заселились, мы сделали уборку. Я приехал после ремонта, у меня также все было чуть-чуть где-то не замазано, что-то такое. Я все отреставрировал, так сказать, и все стало хорошо, но в целом я потратил на это меньше дня. После публикации в общежитие нагрянули надзорные органы, в том числе и прокуратура. Обошлось без выговоров. В университете нас заверили, никаких санкций к тем первокурсницам применять не собираются. Да они уже и сами принесли публичные извинения и свой уголок уже обустроили. А подрядчик тем временем обещает закончить все работы к концу сентября. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком.